так добрый вечер мои подписчики очень рад вас видеть всех записываю данное видео потому что надеюсь что она поможет вам особенно надеюсь что она поможет мужчинам молодым мужчинам которые еще не вступили в брак не вступили в отношения вот символично что записываю я это видео 13 февраля накануне католического праздника соответственно всех католиков поздравляю с наступающим днем всех влюбленных о чем я хотел сказать я хотел бы поговорить с вами об отношениях и обязанностях мужчины по отношению к женщине до момента его вступления брак и поговорить о том как бы какая роль современная мире отводится мужчине что он должен женщине что он не должен и поговорим мы с точки зрения закона то есть государственного закона и соответственно поговорим с точки зрения закона морального и может быть даже немножко затронем религиозный вопрос закона божия начать я хочу с того что любой здравомыслящий хорошо воспитанный мужчина безусловно имеет свои обязанности также я хотел бы сказать что я люблю уважаю и хорошо отношусь к женщинам порядочным хорошо воспитанным добрым честным я уверен что они сейчас замужем у них все хорошо соответственно любой мужчина конечно же должен своим родителям которые его родили воспитали при условии если они оба вас заботились если они участвовали в вашем воспитании соответственно если вы были по каким-то причинам родителями брошены конечно вы ничего не должны соответственно обязательно мужчина должен своим детям потому что каждый ребенок рожденный от мужчины он является продолжением его рода продолжением его генетического кода это его будущее то есть мы с вами превратимся рано или поздно в землю вот а наши дети будут жить продолжать наш род и соответственно воспитывать своих детей это наше будущее и конечно мужчина имеет определенные обязанности перед женой то есть если мужчина вступил в официальный брак если он женат естественно у него перед женой есть обязательства эти обязательства прописаны в семейном кодексе российской федерации вы можете их прочитать можете поговорить с своими родителями если они дали вам правильное воспитание и я думаю отец ваша расскажет что он должен своей жене и соответственно вы также будете и должны сейчас мы поговорим о моменте когда вы еще не стали супругами когда вы встречаетесь либо вы находитесь на этапе влюбленности да и соответственно начнем мы вот с чего начнем мы с конституции конституция нашей российской федерации была недавно изменена но многие вещи мне остались неизменными вот есть такая замечательная статья статья 19 конституция российской федерации я вам зачитаю все равны перед законом и судом государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от пола расы национальности языка происхождение имущественного и должностного положения места жительства отношения к религии убеждений принадлежности к общественным объединениям объединениям а также других обстоятельств запрещается любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной расовой национальной языковой и религиозной принадлежности мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации соответственно мы прочитав данную статью 19 конституции понимаем что у нас независимо от того кто является гражданином мужчина или женщина она имеет он имеет равные права и свободы дальше у нас есть семейный кодекс в семейном кодексе статье 31 написано равенство супругов в семье каждый из супругов свободен выборе рода занятий профессии мест пребывания вопросы материнства отцовство воспитания образования детей и другие вопросы семьи решаются супругами совместно и исходя из принципа равенства супругов супруги обязаны строить свои отношения на основе взаимоуважения взаимопомощи содействовать благополучию и укреплению семьи заботиться о благосостоянии своих детей таким образом у нас есть два закона конституции семейный кодекс которые говорят нам о том что мы равны и перед законом и перед судом соответственно в современном мире давно уже известно что мужчина и женщина получили равные права и свободы да то есть у нас женщина может одеть брюки женщина может ходить голосовать женщина имеет возможность стать депутатом президентом она может открыть свой бизнес никто и в этом не ограничивает и но многие женщины забывают о том что помимо прав у них есть и обязанности они также равны с мужчиной своих обязанностях и очень часто я встречал запросы от женщин как в реальной жизни так и где-то в интернете на сайтах знакомств на различных платформах когда люди знакомятся женщина заявляет что мужчина обязан должен ее содержать то есть он должен оплачивать ей стрижку ногтей на ногах и на руках стрижку волос уход за ее в кожей покупку нижнего белья одежды обуви мужчина обязан оплачивать ее развлечения если девушка разведена и имеет ребенка мужчина должен обязан содержать этого ребенка даже если он не его соответственно здесь можно по-разному к этому относиться да но я хочу вам сказать что запомните дорогие мужчины парни если вы еще как бы не знаете как себя вести с этим вы не должны этого делать ни по закону не по совести у каждого ребенка есть отец независимо от того где он находится то есть проживает у с ребенком с матерью или он проживает отдельно и они разведены отец есть и у этого отца есть обязанность перед своим ребенком воспитывать его помогать материально платить алименты более того он обязан до трех лет содержать также и жену выплачивать ей какой-то базовый минимум потому что она находится в декрете не работает ну если у него есть такая возможность с оговорочкой соответственно вы как человек этому ребенку посторонний ничего ему не должны вы можете стать ему другом можете стать ему наставником можете стать ему тренером но вы должны всегда помнить что это не ваш ребенок это ребенок этой женщины и ее бывшего мужа и заботиться о нем должна она они вы соответственно когда вы встречаетесь с женщиной вы должны четко понимать что вы можете сделать ей комплимент можете сделать ей подарок и чем-то и угостить но это не ваша обязанность это привилегия которую женщина должна заслужить она должна своим поведением своей нравственной позиции заинтересовать вас своей внешностью и только тогда в качестве привилегии она получает от вас знаки внимания подарки только тогда и в обмен на что-то никогда не пытайтесь содержать женщину ибо это развращает женщин она взрослый человек она работает и если она приняла решение развестись со своим мужем а я вас уверяю вы можете открыть статистику и посмотреть что в 80 процентах случаев инициатива по разводу принадлежит женщины она должна четко осознавать что теперь ее обязанность основная обязанность это содержать этого ребенка и не просто содержать ребенка но и содержать семя себя оплачивать свою стрижку оплачивать свой маникюр и педикюр оплачивать свою одежду и ботинки это базовые потребности если женщина говорит вам что вы должны это делать не верьте она несостоятельна она несостоятельна потому что это базовые потребности я плохо себе представляю мужчину который придет и скажет ты знаешь дорогая вот все классно но если мы с тобой вдруг начнем вместе жить будь готова к тому что ты должна оплачивать мне парикмахерские услуги и иногда я хожу на педикюр мне вот надо ногти стричь это тоже ты должна оплачивать ну согласитесь это смешно то есть человек взрослый самостоятельный не может поддерживать свой внешний вид да выглядеть прилично носить чистую одежду а если этот человек родил ребенка в браке в официальном браке он не может его содержать тогда о чем он думал когда он выражал о чем он думал когда он разводился со своим партнером если он не может обеспечить своего ребенка запомните что любые отношения начинаются не с запроса к другому человеку о том чтобы он вас содержал или решал какие-то ваши проблемы любые отношения начинаются с дружбы с того что вы находите единомышленника который разделяет ваши цели ваши взгляды ваши интересы у человека должен быть ресурс которым он готов поделиться и это не обязательно материальный ресурс вы никому не должны давать деньги за то что с вами разговаривают общаются ходят на свидание это ненормально вы встречаетесь просто потому что вы нравитесь друг другу просто чтобы не быть одинокими люди которые встречаются самая главная потребность которую не закрывают они закрывают потребность одиночество вторая потребность которые не закрывают это проблема скажем так на поиска друга да то есть жена это ваш друг ваш партнер ваш единомышленник ваш помощник даже она не должны менять свои ресурсы на борщ я извиняюсь и секс да поверьте в современном мире вам проще купить еду и купить секс чем платить какой-то женщине какими-то услугами за это это нерационально это выйдет вам дороже это сложнее и вообще если уж мы заговорили о такой теме как официальный брак вы должны хорошо подумать о том вступать ли вам в него потому что брак это не обязанность мужчины и регистрация брака это не его обязанность это привилегия которую получает женщина в обмен на свое хорошее воспитание доброту ласку заботу внимание вы не должны разбрасываться этим потому что в современном мире закон устроен так что в случае вашего развода вы понесете огромный ущерб вы можете остаться без дома вы можете остаться без имущества вы можете остаться без денег и вы наверняка потеряете часть своих ресурсов прежде всего моральных потому что вы будете надломлены и вторую очередь финансовых у вас возникает обязательства как я уже говорил по содержанию ваших детей по содержанию вашей супруги и одно дело когда вы вместе занимаетесь этим да то есть вы разделяете эти обязанности браке потому что у вас равные права и равные обязанности но когда вы один вы делать это самостоятельно и это нужно понимать поэтому будьте очень осторожны и внимательны особенно если женщина разведена потому что как я уже сказал 80 процентов случаев инициатор развода женщины и статистика такова вы можете открыть что порядка 80 процентов браков заканчиваются разводом в первые три года отношений поэтому надо быть очень внимательными женщинам и осторожными я призываю вас быть именно осторожными потому что очень часто женщина неосознанно до находится в таком отчаянном положении то есть она одна есть страшно ей тяжело и она пытается за счет вас решать какие-то свои финансовые проблемы различные какие-то задачи вам выставлять вы не должны этого делать не обязаны то есть если вы видите что женщина говорит к вам что вы должны какие-то решать ее вопросы вы должны очень внимательно к этому отнестись будьте осторожны но осторожны к этому относитесь потому что если человек входит в отношении с к вам запросом что-то взять а они поделиться не дать вам то это не нормально это не здоровая тема очень часто женщины пишут что я хочу чтобы мне с мужчиной было лучше чем без него но вы же понимаете что это сексизм если мы говорим о равенстве как прописано в законе в конституции в канонах то мы должны получать от женщин то же самое то есть если вашу жизнь приходит женщина и вы вместо того чтобы получать от нее что-либо начинаете в нее вливать 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 вы тратите свой ресурс и ничего не получаете взамен зачем вам это нужно ребят еще раз повторяю если вам нужна еда и секс это проще купить не надо ради этого вступать в отношения не надо ради этого жениться ни в коем случае будьте самодостаточны развивайтесь и никогда не слушайте женщин которые говорят что вот мужчина не развивается я хочу чтобы он развивался чтобы он рос вот я расту и он растет еще раз ты можешь заниматься чем угодно ты можешь расти ты можешь развиваться ради бога никто тебя в этом не ограничивает твой социальный статус твое положение в обществе никак не должно влиять на человека который рядом с тобой если человек решил что он дворник и ему прекрасно в этом качестве и вы начинаете с ним встречаться вы понимаете что он дворник и вы говорите нет я сделал из него владельца сети маркетплейсов то есть вы начать начинаете человека перестраивать ломать его совершать над ним психологическое насилие если бы он хотел стать владельцем маркетплейсов он бы им стал и вы бы встретились когда он уже стал владельцем маркетплейсов исходите из того что есть сейчас у человека не нужно совершать над ним психологическое насилие не нужно его ломать если вы видите что вас не устраивает социальное положение вашего супруга будущего или там избранника с которым вы планируете жить не вступайте в эти отношения просто честно поговорите с скажите извините меня не устраивает я не хочу все обращаясь к мужчинам я хочу сказать что безусловно если вы ну скажем так имеете какие-то амбиции здоровые амбиции старайтесь быть лучше каждый день старайтесь быть лучше то есть если вы например решили стать дворником ставьте станьте тем дворником про которого будут говорить это иван и благодаря нему только благодаря ему наш двор такой чистый аккуратный вот соседние дома они все грязные запущены а вот иван замечательный дворник если вы сантехник делать это профессионально ничего нет постыдного в работе комбайнеров трактористов продавцов господи благодаря вам вашему труду вашим рукам мы все живы здоровы и соответственно каждый труд почетен нету плохих профессий если человек нашел свое призвание быть учителем истории ничего в этом плохого нет он учит детей истории это прекрасно это замечательно и я уважаю всех людей которые вносят позитивный вклад современное общество и делают наше общество лучше нельзя делить людей на успешных или неуспешных только по тому каким делом они занимаются если человек делает свое дело делает его профессионально квалифицированно и качественно это прекрасно и также я хотел сказать что очень часто говорят что вот там проститутки еще что то такое вы знаете на самом деле я долго думал об этом и я вам скажу что по крайней мере они честны то есть когда вам человек честно говорит поделись своим ресурсом я поделюсь своим и вы честно обмениваетесь друг другом ресурсом и вы каждый получаете что вам нужно это нормально но когда человек скрывает это завуалирует это говорит что нет только вот за какие-то услуги за шоколадку за кофе за хороший ужин ну это просто отвратительно в заключение хотел бы сказать про новый завет что нам говорит библия евангелие по матвею сказано тоже что если кто разведется с женой своей пусть даст ей разводную а я говорю кто разводится с женой свою кроме вины прибыли прибыли я не тот подает ей повод прелюбодействовать и кто женится на разведенный тот прелюбодействует подумайте об этом живите дружно в мире и всегда ставьте во главу угла базовые традиционные и нематериальные ценности тогда ваша жизнь будет легкой и прекрасной всего вам доброго до свидания